Привет всем, меня зовут Эля, и вы на моем канале... Да шо ж такое? Детец и раньше делала. Привет всем, меня зовут Эля, и вы на моем канале. Ну что, ребята, давно не виделись. Как у вас дела? Пишите в комментариях, рассказывайте. У меня, как вы видите, все, ну, как бы, более-менее нормально, все хорошо. Итак, о чем я хочу сегодня с вами поговорить? Я думаю, вы читали, да, название этого ролика, винтажная распаковка, все дела. Что это такое? Я хочу в этом ролике, в самом первом, немножко рассказать об этой новой рубрике, об этих видео, да, или как сказать. Пару слов сказать вам, чтобы вы просто понимали, что это будет, потому что, ну, мне это интересно. Я хочу это снимать, хочу это вам показать, потому что, ну, ну, не то чтобы, я надеюсь, вам тоже это интересно. Просто, ну, мне это интересно. Я даже не знаю, как может быть какие-то разные старинные винтажные или просто интересные штуковины, как они могут быть неинтересны. Я не понимаю. Короче, за время моего отсутствия в социальных сетях на YouTube, там, Instagram, везде, 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 я углубилась снова в свое старое хобби. Я когда-то снимала видео винтажной распаковки еще на какой-то свой, там, самый первый канал, они до сих пор есть где-то в интернете. Я тогда что делала? Как только у меня накапливалось много разных вещей, там, ну, таких, там, винтажных, старых, каких-то, или просто интересных. Ну, короче, все вот эти покупочки свои я складывала в большой ящик, потом садилась вот здесь вот сзади, за столом, выкладывала их, там, показывала, что-то там, рассказывала, что я не знаю, там, ну, просто, хотя бы просто показывала. Как я хочу поступать сейчас? Я не хочу ждать, собирать целый ящик этих, там, этих предметов. В этом ролике, кстати, будут парочку предметов, буквально два-три, я уже не помню, сколько это наснимала. Короче, как только мне приезжает какая-то посылка, или я получаю, там, короче, у меня что-то есть, я сразу сниму это, но только не вот так вот, как я сейчас сижу перед вами, а просто от первого лица. Сделаю распаковочку, покажу этот предмет, и на этом закончится. Итак, в каждый ролик я буду вставлять, там, ну, по три-четыре предмета, чтобы, ну, как-то и не один вам, да, смотреть, о, ролик закончился, а чтобы парочку было и не растягивать это все на час-полтора. Так, еще раз, заново, что это вообще такое? Мне нравятся разные винтажные, советские, старинные, античные, антикварные вещи. Это может быть все, что угодно, от каких-то фарфоровых статуэток, которые мы все с вами знаем, видим, да, у вашей бабушки тоже стояла рыбка и рюмочки, маленькие рыбки, да, это тоже, можно сказать, уже винтаж. Считается, это уже, это Советский Союз, там, клейму можете посмотреть, с другой стороны, поискать в интернете. Ну, короче, это от, я не знаю, от самых банальных статуэток, заканчивая, я не знаю, и одеждой, и какими-нибудь предметами быта, посуды. Ну, я даже не знаю, ну, все слова, вот все, что вы видите вокруг, это все может быть, только оно может быть каким-то старинным, согласитесь, да, вот когда, я не знаю, подушка, ну, подушка, правда, ну, так себе, ну, короче, там, ручка какая-то, винтажная, старинная, книга, ну, я не знаю, ну, все, что хочешь. Мне все эти штуки интересны, да, и так получилось, что у меня есть возможность их лицезреть, их смотреть, лицезреть, смотреть, трогать. Трогать это самое классное, наверное, потому что, как гласит старинная винтажная мудрость, лучше один раз потрогать, чем один раз увидеть, да, потому что, ну, вы можете посмотреть на какую-то вещь, там, в интернете, прикольно, ну, конечно же, ее потрогать и просто вот прикоснуться к этой вещи и понять, что ей уже, там, я не знаю, сто лет или, там, тысячи лет, я трогала такие вещи, да, ну, это просто прикольно, ты трогаешь и понимаешь, что, блин, эта вещь, там, в сто раз старше тебя, она пережила, а вдруг этой вещи еще и кого-то убили, у нее такая история коварная, ну, короче, это интересно мне. Я думаю, вы примерно понимаете, о чем я говорю, потому что я не могу, я не знаю, как в этом сказать, так я пыталась писать какой-то тут вот сценарий, но у меня слова как-то еще не кладутся один на один, чтобы красиво, лаконично вам подать эту информацию, о чем будут эти ролики. Думаю, вы поняли, просто винтажные распаковки. И сейчас же, прямо сейчас я хочу ответить на парочку вопросов, которые, я думаю, будут возникать, если вы будете смотреть эти распаковки. И откуда ты взяла эти вещи? Ребята, сразу отвечаю, в 90% это интернет. Ну, вдруг вам что-то понравилось, да, и вы хотите там, а где ты взяла, или сколько это стоит, там, шо, почем, дэ, шо, як вообще. Ребята, на такие вопросы я просто не буду отвечать, ну, как не буду, я отвечу в интернете, потому что, ну, нет такого, знаете, это, ну, я не звоню на завод или в какой-то магазин. Я говорю, так, у вас там есть миллион штук, дайте мне пару экземпляров, там, да, купить, продать, я не знаю, обменяться. Ну, это все вещи, которые уже, ну, старые, кто-то их нашел, кто-то их купил, продал, обменял, это все происходит вот так вот, понимаете? Ну, нет такого, что я вам дам адрес магазина, вы поедете, еще пять штук таких предметов возьмете. Точно так же этот контент мой не будет нести супер, прям, какую-то образовательную информацию, потому что иногда о предметах, которые я показываю, я сама ничего не знаю. Вот у меня там будет статуэтка металлическая огромная, ну, как звать того дядька, знают многие, да, я тоже знаю, и вы угадаете его сразу, но откуда эта статуэтка, непонятно, на ней нет ни клейма, то, что это не магнитный металл, да, я знаю, прям конкретно там алюминий, там еще что-то, бронза, ну, это не бронза, там видно, ну, короче, что я могу даже не знать, это контент, знаете, просто такой информативный, возможно, немножко, но более как неразвлекательный, как это сказать, просто поглазеть, поглазеть на разные интересные вещички и штуковины. Это я говорю для того, что если кто-то увидит мой ролик, да, не мои там подписчики, которые знают там меня, что я могу что-то не знать, а просто попадется видео какому-то человеку, и он скажет, а что ты показала, смысл, а ты хоть расскажи, что за клеймо, какая дата производства, в какой стране, где, что, как вообще, кто придумал, ну, я могу этого всего не знать. Все, что я буду знать об этом предмете, я вам расскажу. Также иногда есть клеймо, иногда я знаю, что это за клеймо, можно поискать в интернете, я согласна, но иногда клеймо затираются, и если вдруг вы знаете, то вы, конечно же, можете написать об этом в комментариях, будет интересно почитать мне в первую очередь, и, возможно, другим людям, которые тоже заинтересуются, и уже вручную сами поищут что-то в интернете на эту же тематику, или поищут похожую статуэтку, потому что, если что касается статуэток фарфоровых, то, понятно, это заводы, но если это не ручная работа, да, дома там кто-то что-то там делал, залины там выжал, короче, если это заводы, то понятно, что многие статуэтки известны, есть редкие, есть не очень, есть, которые вообще нафиг никому не нужны, есть, которые там классные, очень оригинальные, это все понятно, но просто, что если вас что-то заинтересовало, попробуйте поискать сами в интернете, там используя ту информацию, которую я могу дать, ну и там пофантазировав, просто прописав там собака, там оранжевого цвета, там фарфоровая, там с таким-то клеймом, может вы и найдете какую-то информацию. Ой, боже, я так много разговариваю, это потому что, наверное, миллион лет видео не снимала, короче, хотела сделать маленькое начало, просто к этим винтажным распаковкам, чтобы вы просто примерно понимали, что это будет, потому что, ну, я не хочу там поснимать пару роликов и получить целую кучу вопросов, на которых у меня нет ответов, вот так. Итак, подсуммируем, цель и смысл этого контента просто лицезреть, поглазеть на какие-нибудь интересные штуковины, где они взялись в интернете, и если вам что-то очень понравилось, и вы хотите что-то подобное, то, к сожалению, вы должны поискать сами, используя ту информацию, которую я знала и смогла дать вам в этом ролике. Вроде все сказала, я не знаю, что еще добавить. Если вам хочется сказать, если у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях, но я боюсь, что там сейчас кто-то что-то накатает, что у меня опять не будет ответов на эти вопросы, потому что я еще человек такой, знаете, немножко со своими тараканами внутри, в голове, тут в сердце, в душе, что я такой человек. Иногда есть вопросы, которые я на них не отвечаю по своим каким-то личным убеждениям. Эти вопросы могут быть обычные, простые, вообще самый обычный вопрос, а мой внутренний человечек говорит, Эля, это никого не касается, рот закрыла и все, и сады, никому ничего не рассказываю. Поэтому, если вы видите, что я на какой-то вопрос не отвечаю, вот прям, ну, может, я вам лайк поставила или палец вверх, и не отвечаю, то, значит, она сказала. Все, на этом я буду заканчивать, потому что я так уже тут сколько, минут 5-10 наговорила вам, ну, кто за мной соскучился, может перемотать заново, посмотреть на мои балочки. Давайте уже приступим к распаковке, я не помню, что я там наснимала, потому что говорю, что-то у меня было в руках, я это быстренько сняла, и все, видео у меня висит. Насобиралось несколько видео, и я слепыла все до кучи, и все. И, возможно, даже в этих роликах не будет приветствия, потому что, ну, смысл его делать, чтобы я вот так вот села и сказала, «Здравствуйте, меня Зателя, вы на моем канале, сегодня будет распаковка». И все, и сразу распаковки, да, когда просто уже как бы от первого лица просто мои руки и какие-то предметы. Поэтому я думаю, здесь даже не нужно вот это вот представление, просто буду голосом своим там вам что-то говорить, поздороваюсь так. Ну что, приступаем к распаковке. А еще, кстати, не помню, сказала ли я там где-то в последнем видео, типа, пока, прощаюсь. На всякий случай подписывайтесь на канал, ставьте лайк, красная кнопка подписаться под этим видео. Всех люблю, целую, постараюсь больше не пропадать. Вопрос. Что в черном ящике? Как вы думаете, что в черном ящике? В таком красивом, старинном, немножко потрепанном, как вы видите, вот эта черная штукенция была приклеена, но она уже с годами, со своими средневековыми подпадала немножко. Также коробочка немножко треснутая. Ну, по ней видно, знаете, что ей уже года-года, что ей уже много лет. Ну, хранилась она, наверное, ну, я считаю, в нормальных условиях, просто сухих таких, да, не во влаге, потому что она как-то не разбухла нигде, ничего, просто что вот уже немножко подпадала вот эта вот черная. Видите, она все приклеена была. Так что давайте не буду тянуть, будем открывать. Я же знаю, что здесь вы, нет. Тут вот такой вот механизм. Такие крючочки, которые нужно просто вот так вот повернуть, чтобы они стали ровно, видите? Вот такой вот крючочек, поворачиваем его, потом открываем, открываем и открываем. Та-дам! Смотрите, какая краса тень! Это вот такой вот золотой венок! Но он не из чистого золота, естественно. Возможно, это даже не позолото, скорее всего, нет. Это не позолото, я так думаю. Просто такой вот металл. Но венок очень красивый. Он на самом деле небольшой. Вот видите, я его как бы на ладошку, на мою. Он здесь вот спаян вот таким вот прутиком. Имею в виду, что можно было, знаете, его там пошире раскрыть, там на любую голову прицепить. Но так как он вот этой вот железячкой по кругу спаян сделан, так бы ее разрезать, из этого растянуть его нельзя. Здесь вот такие вот листочки, дуба. Даже есть этот, как он называется? Не помню, я забыла. Как он? В подделке еще все в школе и в садике делали. Желудь. О, ух ты, а на желуде даже что-то есть. А, это какой-то, видимо, заводской брак. Ну, вряд ли это клеймо какое-то. Клейма, по-моему, нет. Я так смотрела. Вроде нет. Здесь просто приварено. Вот видите, немножко сдерлась краска. Вот так вот это все смотрится. Коробка эта не родная. Ну, он подходит как бы в эту коробку, этот веночек. Но это не родная коробка. Коробка неизвестна откуда. Здесь есть надпись. Вот, можете заскринить, там поставить на паузу, прочитать. Но мне нравится тут, видите, фелс, париж. Ну, видимо, что-то с парижа и робинал какой-то. Но здесь есть родные вот такие вот ниточки. Вот здесь, на вот этом изголовье. Вообще, да, смотрится как шея, как будто для какого-то жерелья, что ли. Крючочек вот такой вот есть. Если кто-то с таким вот сталкивался, напишите в комментариях, если вы знаете, что это, кто это, откуда. Но, мне кажется, так как вот эти веревочки родные, здесь что-то было. Вот именно вот здесь прикреплено. И вот так вот как бы ниточками. Какое-то, возможно, я не знаю, что-то драгоценное какое-то. Потому что, мне кажется, какая-то фигня такой бы коробочки не была. Потому что она красивая, деревянная. Вот, слышите звук? Здесь вот мягенькая ткань, все дела. Ну, здесь тоже немножко потрепалось уже временем. Здесь тоже отклеилось. Ну, понятно, что мы хотели, если этой коробке неизвестно сколько лет. Ну, понятно, больше, чем мне. Это тоже дерево. Ну, короче, да, коробка не родная. И весь смак, вся красота этого данного лота, да, как на аукционе. В этом, конечно же, венке. Вот так вот, наверное. Вот такая вот красотень, ребятки. Интересно, честно, очень прикольно, красиво и интересно. Так, а эту коробочку я уже, собственно, открывала, конечно, естественно, понятно, когда с почты еще пришла. Давайте я вам скорее покажу. Короче, упаковано нормально. Коробочка родная, ну, как родная, та, что с почты была. Хоть новую почту отправляли, но, короче, видно, что коробка отправителя. Что хорошо упаковано, это классно. Здесь вот такой вот пенопласт. Просто как бы прикрыто, ничем оно как бы склеено не было. И я сначала пережила, потому что оно, видите, телепалось тут. Ну, вот так вот по коробке. Убираем этот пенопласт. Давайте я вытяну полностью. Так, смотрите, как здесь вырезали. Вообще класс, видно, что маркером сначала обводили, потом вырезали в таком большом пуске пенопласта. Вообще очень круто, потому что, ну, пенопласт хорошо сохраняет вообще посылку. Даже лучше, чем какая-либо пупырка. Сейчас вам покажу. Но эта штука, конечно, очень крутая. Мне очень нравится. Смотрите, какой скелет держит голову другого скелета. Сейчас я свет вам направлю. Смотрите, вот поближе. Это бронза, если я не ошибаюсь. Сейчас вам покручу со всех сторон. Смотрите, какой. Вот так вот тщательно-тщательно покажу вам. Подставка. Вот такая вот. Вот здесь есть надпись. Так, сейчас вам поближе со светом. Карл Кауба. Но вообще, видите, какое-то даже клеймо, как СССР, все дела. Но мне что-то подсказывает, скажу вам честно, что оно просто выглядит как-то чересчур, ну, уже современно, что ли. Здесь, короче, здесь как бы отверстие, там дырочка, видимо, вот этой вот штуки. Она то ли не целая. Не знаю, короче, здесь мягенькая ткань, чтобы не скользила, там, чтобы не скользила, наоборот, а чтобы, ну, короче, вы поняли, чтобы след не оставляла там на поверхности. Короче, вот такой вот клевый. Он тяжелый, больше килограмма, чтобы вы понимали, ну, чтобы вы примерно, да, понимали. Высокий, сантиметра. Сейчас линейку принесу. По линейке он сантиметров где-то 31-32. Ну, это я вам просто примерно так и говорю размеры, чтобы вы визуально себе понимали. Вот я его держу в руке. Ну, он очень клевый вообще. Слышите? Как, ну, металлический. Ой, боже, сейчас тут расшиву все. Короче, вот такой вот скелетик. Да, класс. Очень клевый. Так, на стол поставить где-то, на рабочий стол. Вообще, в кабинет, знаете, в какой-то вообще класс. А, кстати, да, еще мне приехали монетки. Вот такие вот. Они такие манюпусенькие. Смотрите, ну, прям вообще такая крошка. Вообще, я не знаю, если на линейку положить. Сколько здесь? Это сантиметр. Не, ну, немножко больше. Ну, короче, они такие крошечные, как наши. Я не знаю, две копейки, знаете, украинские. Ну, вообще, ну, как 10 копеек, ладно. Ой, слушай, я вам показываю не в камеру. Это у нас что? Это 5 Рапен, или Рапен, Швейцария. 1925 и 1953. Вот этой вот монетке скоро будет 100 лет. У нас же сейчас 21 год. Через 4 года ей будет 100 лет. Вы представляете? Капец. Такие симпатичные. Ну, сохранение, сохранение. Короче, я еще не могу нормально снимать вот эти обзоры, знаете, такие винтажные. Сохран. Вообще-то все говорят сохран. Те, кто в теме. Сохран у них приличный. Ну, я так считаю, потому что, посмотрите, ей почти 100 лет, а она выглядит нормально. Здесь гладкое ребро. Ну, короче, вот такие вот две монетки. И на этом буду я заканчивать ролик, потому что это как бы такой первый. Все, что мне приехало, вам показало. Не буду уже копить, собирать, как раньше. Просто вот первую посылку вам показала тогда, когда она приехала. Это вот через пару дней монетки сразу же. Ну, короче, как-то так. Если вам интересно, нравится такое что-то, смотреть, наблюдать. Потому что, ну, я лично, мне это всегда очень интересно. Такое всякие необычные вещи. Винтажные, старые, советские, античные. Ну, блин, это все очень интересно. Я так считаю. Я просто не понимаю, как такое может быть неинтересно. Ну, вот серьезно. Это как бы, конечно, мое мнение. Если вам что-то такое нравится, то ставьте лайк. Пишите комментарии, чтобы я знала. И если будет мне что-то приезжать, буду вот так вот снимать, снимать по частям. Потом монтировать вам все в один ролик и выпускать. Ну, и вы знаете, что делать. Ставим лайк, подписываемся на мой канал. Красная кнопка подписаться под этим видео. И всего вам самого хорошего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok